Ну что, снова в любимый магазин. О, надо купоны проверить. Так, традиционно в первую очередь смотрю цветы, семена. Смотрю, появилась лобелия. Берем лобелию. Так, лук, мне кажется, появился. Так, гвоздичку эту я не буду брать. Она у меня кое-где растет. Смотрите, появилась земляника. Красивая. Вот бы сейчас ее попробовать. Так, наверное, возьму тогда... Нет, земляника у меня растет. Ее очень много. Землянику я не буду брать. Так, это я тоже не буду брать. Сегодня я возьму... Лук тоже это обойдусь. Просто возьму лобелию. Я обожаю. Обожаю лобелию. Сегодня на хорошей акции мандарины. И такие красивые. Всего евро 29. А еще красивый виноград. Тоже евро 69 всего. Наверное, взять нужно и виноград, и мандарины. Сейчас в Европе показывают, что очень выросла цена на овощи. И вот посмотрите, действительно, один огурец стоит евро 59. Один огурец. А килограмм 3,99. Только подождите. А, вот они, наверное, разные. Этот био евро 59. А это не био. 4 евро килограмм. Так, ну давайте посмотрим. Вот китайская капуста. Евро 39 килограмм. Ромешу. Салатый салатик. Евро 59. Один. Один. Обычный салатик. Стоит листовой. Евро 69. Такой красивый очень салатик. Он как... Как цветок. Евро 69 тоже. Ну, красивый. Красавчик. Иди обратно. Так, давайте посмотрим картошка. Килограмм картошки получается 68. Очень хорошая, кстати, картошка. Даже латвийская. А красная... А красная... А красная стоит килограмм 80 центов. А есть и по 33 цента. Но она, конечно, вот в таком состоянии. Хотя, на самом деле, она просто не очищена. И она вполне даже. Ну и мелкая, конечно. Так, я беру картошку, потому что у меня дома есть еще. Но она уже пустила ростки. И я ее оставлю на посадку. Так, брокколи. 500 граммов евро 79. И 58. Ну да, довольно дорого. Довольно дорого. 2 евро тыква. Так, что еще? Вот капуста, да? Белая капуста. 75 центов килограмм. Не такие уже цены страшные. Белый лук. Сладкий лук. 2 евро килограмм. А, вот кто-то кукурузку показывал во Франции. Не помню, кто из блогеров, что кукуруза очень дорогая. 400 граммов евро 65. А сколько здесь в этом початке? Ой, здесь. А, здесь и есть 400 граммов, да? Она, кстати, уже готовая. Она такая мягкая. Так, я не поняла, она готовая или не готовая. После открытия сохраняйте в холодильнике и использую в течение трех дней. Я не люблю кукурузу. Я никогда ее не покупаю. Пожалуйста, редисочка 69 центов. Вполне нормальная цена. Здесь 250 граммов, 276 килограмм. Вот такие цены. Редиску я тоже не хочу редиску. Морковка евро 19. Лук 2,49 килограмм. Кстати, дорого. Лук это дорого 2,49, ребята. А, это био. Био, наверное, это недорого. Так, что еще у нас здесь? Цукини 2,99. Ну, вообще-то да, как бы немножко, немножко дороговато. Там баклажаны 4,59. Так, еще везде паприка дорогая. Я не вижу красные. Вот эта зеленая паприка стоит 4,29. Лидл. Турецкая. И цветная капуста тоже такая цена приличная. 2,89, 1,1. Одна головка. Так, чесночок 5 евро. Евро 19,200 грамм. Я обычно чеснок подсаживаю, когда сажаю фасоль. А, теперь я так чувствую, не получится. Не получится. Ну, эту фасоль обычно съедают медведки. Подрезают под корень. Поэтому я подсаживаю чесночок. Они его не любят. Ну, соответственно. Хотя бывает, что и срезают тоже. Появились новые пижамки для женщин. Мне кажется, их не было в прошлый раз. И еще вот такие. Розовенькие и синенькие. 12 евро. Фланелевое постельное белье. 15 евро. 160 на 2 метра. Так, здесь размер поменьше. Стоит 15 евро. Здесь размер... А, нет, здесь тоже 160 на 2 метра. Почему? А, нет, 15 евро. И там, и там 15 евро. Что-то я не то сказала. А большой стоит 20 евро. Это уже будет размерчик 2 на 220. Так, это складываемый матрас. 39,99. А размер у него 65 на 190 и... И, и... Ну, вот он такой вот. Трасик. 65. Так, кухонное радио. Kitchen Radio. Смотрите, какое радио. Welcome to Digital Radio. 30 евро. Тоже интересно. Фритюрница. Горячего воздуха. Ксяоми. Сяомяй. Видите, Сяомяй фирма. Фритюрница. Да? Терница эта. Как ей пользуются? Кто знает? Ой, баш. А, вот рисуночки. Нарисовано. Нарисовано. Донат-мейкер. Прибор для изготовления пончиков. Хотела сказать почек. Пончиков. А это для варки яиц. Приборчик. 10,99. А для пончиков. 21,99. Появились досочки разделочные. Две досочки. 5 евро. Комплект ножей. 4,99. Какой-то ящик для вставки в холодильник. Холодильник. 5 евро. Если нужен какой-то дополнительный. Вот еще видите, как он прикрепляется к полочке холодильника. Кстати, очень хорошая вещь. Так. Часы появились настенные. 7,99. Женская платье. Яркая. Еще вот такое голубенькое. Очень хорошее платье. Между прочим, на лето. 10 евро всего. И, кстати, очень хорошая ткань. Вискоза. Платье хорошее, дешевое. Другой вопрос, как оно будет сидеть на вас. Это, кстати, совсем другая модель. Надо посмотреть, как эта модель смотрится. Эта модель хорошая. Она как халатик. Здесь на пуговичках. Но, видите, длинные рукава. Здесь тоже длинные рукава. На лето хотелось бы что-то с короткими рукавами. Так. Еще мне понравился новый комплект. Сатиного белья. Пастельного. 20 евро. 160 на 2. Очень симпатичный. Большой комплект вот так смотрится. 22,99. Это кроссовки за 16 евро. Ничего, такие кроссовочки тоже. За 16 евро. Вот есть посимпатичнее такой цвет. А просто почему на них смотрю? Потому что у меня мои кроссовки, они вот точно так же пошиты. Но они, конечно, удобные. А эти неизвестны. Но мои-то стоят на акции. На скидке я покупала за 60 евро. А эти 16. Хочется заглянуть, что у людей в корзинах. Давайте заглянем. Рубашка для женщин. Она такая плотная. Мягкая. Оверширт. Вот так вот можно носить для мужчин. Красивая курточка джинсовая. 16,99. Хорошо бы, прошу это. Так, седьмая, кажется, это первая. Я хочу сначала цветочки заснять. Посмотрите, какие тюльпанчики в леду появились к 8 марта. Скоро 8 марта. 2,49 всего. Вот такой вот букетик красивенький. Сказка. Надеюсь, кто-то подарит. А еще дешевый мармеладик. В шоколаде? В шоколаде мармеладик. 95 центов. Это очень вкусный. 190 граммов. Не знаю, кто подарит, не подарит. Я себе подарю. К 8 марта коровочку мармеладик. Сегодня мой потребительский пакет из Максимы. Потребительский пакет. Максимовский потребительский пакет. Обошелся мне. А продукты из Lidl. И обошелся он мне, видите, полный. Полный. Я много чего набрала. Обошелся он мне в 1952. Вот такой вот длинный список. С различными акциями. И сегодня я использовала свой первый купон. Здесь система купонов работает. Это было вино. Вот такое вино. Немецкое. Полусухое. Сколько оно стоило? Оно, по-моему, 4 с чем-то стоило. 3,99, да? 3,99 минус евро 20. Купон снял минус евро 20. Ну и где-то получилось 2,79, по-моему, да? Ну вот как-то так. В принципе, много что взяла. Еще картошка. Вот. Почти на 20 евро. Почти на 20 евро. В общем. В общем, todos. Почти на 20 евро. У меня нет. У меня нет.